В передаче «Всё об Израиле» наша очередная рубрика «Израиль в лицах». Сегодняшним гостем, а точнее гостей нашей программы мы познакомились совсем недавно. Но за это время мы узнали её большое, доброе и заботливое сердце. Хотя, наверное, только такие качества людей и привлекают в эту определённую профессию. Гость студии Алиса Бен Амми, представитель медицинского центра Global Relief Израиль. Алиса, шалом! Шалом, здравствуйте! Алиса, как вы попали в эту медицинскую индустрию? Мне придётся вернуться немножко назад. Дело в том, что моя вся семья разбита на две части. Все занимаются как бы лечением. Половина — это артисты, актёры, музыканты, которые, я считаю, занимаются лечением души. Вторая половина — это учёные, медики, которые занимаются лечением тела. К слову сказать, первую половину, где-то, наверное, в своей жизни я больше относилась к людям, которые лечили душу. И, может быть, после каких-то переоценки ценностей я решила, что пора уже помогать людям лечить тело. Так получилось? Я знакома с людьми, которым вы помогали, и я вижу, что они получают и лечение души, и через вашу работу лечения тела. Я вообще считаю, что помощь в лечении тела — это всегда идёт через душу. То есть если человек верит в лечение, если человек считает, что он сильнее, чем болезнь, это только руки врачей, которые помогают ему бороться с этой проблемой, с этой болезнью. И чаще всего люди, которые верят во что-то и верят в лечение, они вылечиваются от многих-многих-многих болезней. В здоровом теле, здоровый дух. Точно. Алиса, мы начали этот проект, телеканал ТБН с Global Relief Israel. Мы приводим сюда людей лечиться. Я бы очень хотела от вас услышать, почему именно в Израиле? Почему столько возможностей приехать в Израиль на это лечение? Это вопрос, который... На него, наверное, проще будет ответить, что, в принципе, технологии в Израиле на очень высоком уровне. То есть медицинские технологии. И уровень врачей, он тоже на очень высоком уровне. То есть, живя однажды в Америке несколько лет, я знаю о том, что очень многие консультации проходили с врачами Израиля. Более того, я думаю, что так как у нас земля обетованная, то есть земля, на которой Бог имеет огромное влияние, то есть я думаю, что это, наверное, тоже помогает. Опять же-таки, возвращаясь к вере. И когда человек верит, он лечится, ему силы помогают выздоравливать. Когда мы думали начинать этот проект, мы общались с многими медицинскими клиниками. И, к огромному сожалению, даже были такие моменты, когда мы понимали, что не всем так и можно доверять. Потому что, когда ты приводишь сюда людей, это огромная ответственность. Но, познакомившись с вами, мы увидели абсолютно, ну, действительно другой подход. Немножко расскажите о Global Relief Israel. Когда вы начали работу, сколько лет вы в это вовлечены, кто ваши клиенты? Я не могу сказать, что это очень долгая история организации, потому что первая организация, это была все-таки Helping Hand Coalition. Наши телезрители, они знакомы с Коалицией Рукопомощи, с Анджей Газировским, потому что мы вместе делаем проект. Проект называется «Книга памяти. Сохраняем жизни людей, переживших Холокост». Я бы очень хотела, чтобы вы сейчас посмотрели промо-ролик об этом проекте, о лечении в Израиле. Мы расскажем, почему лучше приезжать лечиться в Израиль. Лечением наших пациентов занимаются главные хирурги и забо-отделениями больниц Тель-Авивского округа. Прошла неотложная операция в Израиле. Результат великолепный. Пациенты принимают решение лечиться в нашей стране еще и потому, что в диагностике и лечении у нас используются высококачественные технологии. Мы обеспечиваем максимально возможное профессиональное лечение, личный подход и душевную поддержку пациентов. Это позволяет им выздороветь в кратчайшие сроки. Специалисты первоклассные и прошла великолепную реабилитацию. 80% медперсонала Израиля говорят на русском языке. Это позволяет клиентам из-за границы чувствовать себя как дом. При приемлемых ценах у нас самое лучшее обслуживание в мире. Не зря называют Израиль святой землей. Здесь даже земля помогает лечиться. Очень довольна. Чувствую себя великолепно. Бодрая, веселая. Готова продолжать дальше жить, радоваться жизни. Приезжайте к нам на лечение в Израиль. В студии ТБН «Россия» гости наши Алиса Бен Ами, представитель медицинского центра Global Relief Network. Алиса, как нужно людям знать, как обращаться к вам, куда звонить? Я думаю, что люди знакомы с вашей телевизионной станцией ТБН. В принципе, им нужно позвонить туда и получить номер и адрес электронной почты. Что нам нужно, допустим, для начала? Нам нужно какую-то историю болезни. То есть, если человек уже болеет и хочет продолжать лечение, то он должен собрать какие-то документы от врачей, которые у него уже есть. И эти документы мы передаем на рассмотрение врачей-координаторов, которые смотрят на первый взгляд, что они считают, каким врачам или на какой стадии находится ПЦН, и направляют это к специалистам. И дальше приблизительно назначается время приезда. Естественно, если этому можно помочь. Назначается время приезда, и с момента, так сказать, приземления в страну, на землю, этот человек переходит буквально в мои руки. Я могу сказать, мы являемся посредниками между человеком, приехавшим, и страной Израиля. Не просто врачами, а в принципе в стране. Я говорю сейчас не о медицине. Я говорю о просто том времени, который человек, проживая здесь какой-то период, находясь на обследовании, ему нужна помощь практически во всем. И он должен почувствовать себя уютно. Он должен почувствовать себя уютно, потому что, как я уже это сказала, главное, человек, когда он находит в спокойствии, он может вылечиться. Поэтому мы стараемся взять на себя все нервы, все проблемы, все... То есть такой индивидуальный подход к каждому пациенту. Абсолютно индивидуальный подход, потому что каждый пациент, каждый больной, а больные люди, которые страдают от каких-то болезней, они особо чувствительны. И они находятся иногда в страхе. Они не знают... Иногда это бывает, что это последняя надежда человека. Это здесь в Израиле, это здесь наши израильские врачи. И поэтому... Я говорю, у меня мурашки какие-то по телу идут. И в принципе мы стараемся довести их до выздоровления. Если иногда после операции или что-то человеку нужно рековерить время для того, чтобы восстановиться, у нас есть мёртвое море. Это необыкновенное место, где люди просто отдыхают. Или мы можем их взять на реку Джордан, там, где... Принимал крещение Иисус. Принимал крещение Иисус. То есть поэтому как бы люди, проходя все свои тесты, проходя какие-то процедуры, проходя операции и так далее, то есть они восстанавливаются здесь не только физически, но я каждый раз это упорно повторяю ещё раз и ещё раз. Но они восстанавливаются духовно. Алиса, спасибо большое за такой подход, потому что вот вы говорите, я ощущаю ту любовь, да, которая исходит от вас к вашей работе. Я ещё раз повторю, что для нас это действительно было важно, в чьи руки мы отдаём людей, да, потому что я вот некоторое время, побыв с вами, посмотрев вашу работу, потому что поход к врачу, ну, это самое, наверное, менее приятное в этом жизни любого человека. Вы знаете, есть отличие. В жизни любого человека. Я согласна с вами, когда ты идёшь к врачу сам, мы не очень любим ходить по врачам. Это достаточно тяжёлые ощущения, ты знаешь, ты болеешь, или тебе нужно ждать, или ты сидишь и ждёшь результата после, допустим, какого-то анализа. Это очень не самое радостное место, так сказать, на земле больница. Но я заметила, когда мы приходим туда с нашими пациентами, меняется всё. То есть может быть потому, что это не затрагивает конкретно тебя, то есть какая-то боль в теле. И тогда эта организация становится для меня лично это местом помощи. То есть я знаю, что эти люди, которых я приведу, им могут, может быть, смогут помочь. И вот когда вы спрашивали, почему я этим занялась, это вот то, я не хочу сказать, ради чего можно жить, но это очень помогает жить, это помогает ощущать себя нужной, важной. У нас всех есть это чувство, и вот это чувство, оно незаменимо, у него нету цены. Алиса, я действительно хочу поблагодарить вас за то, что вы несётесь сегодня, наверное, самую попираемую ценность, вот эту доброту, доброту и помогать другим людям. Если врачи поставили вам страшный диагноз, не теряйте надежду, не отпускайте руки, звоните, обращайтесь, пишите нам, и мы сделаем всё возможное, чтобы вам помочь. С вами была рубрика «Израиль в лицах». Смотрите нас на канале ТПН «Россия». Смотрите нас на канале ТПН «Россия».